Прав ваш президент. Я уверен, что у него есть достоверная информация, подтверждающая вот эти предположения, когда говорит о том, что и Белоруссию хотят втянуть в войну, втянуть в этот конфликт. Ну а вот в итоге это унианство и привело, по большому-то счету, это такой долгий проект, привело к тому, что на территории нескольких регионов Украины фактически выросло, вот это вот выпистывалось, это гнездо людей, которые, наверное, без рода и без племени. НАТО – это система, которая позволяет, это клещи, которые позволяют удержать Евросоюз в рамках западного консенсуса. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Думаю, вы слышали об этом. Не так давно наш комитет госбезопасности раскрыл подробности задержания диверсантов СБУ в белорусском приграничье. Говорил об этом и президент Беларуси. И сообщалось, что они перенесли взрывчатку для подготовки терактов, прежде всего, в России и Беларуси. А как вы считаете, какую цель они преследуют, пытаясь организовать вот эти вот теракты, диверсии в Беларуси? Что им это даст? Ну, во-первых, Беларусь пытаются использовать как транзитное государство, как государство, через которое в связи с отсутствием между нами государственной границы, в полном смысле этого слова, да, то есть контроля на государственной границе, потому что мы все являемся гражданами союзного государства. С этой целью иногда в Беларусь проникают, мне кажется, диверсанты и вот подобного рода люди, которые пытаются доставить груз в Россию. Но и прав ваш президент, я уверен, что у него есть достоверная информация, подтверждающая вот эти предположения, когда говорит о том, что и Беларусь хотят втянуть в войну, втянуть в этот конфликт, создав какой-то кризис на территории Беларуси. Ведь самой главной, на мой взгляд, ценностью Беларуси многие-многие годы, а не только сейчас в условиях специальной военной операции является вот тот порядок, покой и какая-то такая стабильность, которая, ну, прямо вот растекается по всему твоему телу, по крови, когда ты приезжаешь в Беларусь. Ты ощущаешь вот именно, что ты в очень спокойной, безопасной стране находишься. Если в этой стране попытаться создать у граждан ощущение тревоги, то это может, по мнению западных наших оппонентов или врагов, к чему-то серьезному привести. Ведь люди просто привыкли жить в безопасности. И психологи, видимо, подсказывают этим, тем, кто планирует подобного рода операции, что эти люди очень будут шокированы возникшими сложностями, но и весь свой гнев обратят на власть. Вот события 2020 года, они ведь тоже имели целью, может быть, то ли не моментальное решение этой проблемы, а попытку в обществе посеять вот эту тревогу, ожидание какой-то угрозы, опасности. Поэтому вот такая, что ли, двуединная задача, мне кажется, у террористов, которые проникают, к сожалению, пытаются проникнуть на территорию Беларуси. Во-первых, попытаться проникнуть в Россию и посеять хаос там, но и, конечно, Беларусь таким образом втянуть в этот процесс. А еще раз повторю, втянуть не просто для того, чтобы там узнали о том, что за границей где-то не очень далеко идет война, не для того, чтобы раскачать ситуацию внутри. Ну да, вот, кстати, в подтверждение ваших слов, глава государства не так давно, опять же, проводил совещание с силовым блоком, с руководящим составом нашего силового блока, где говорил о планах, в том числе Польши, в случае поражения России в специальной военной операции оторвать западную Беларусь и присоединить к себе, а от России оторвать Смоленск, чтобы присоединить его к Беларуси. Насколько это осуществимо для них, как вы считаете, учитывая то, что пока что никаких признаков возможного поражения России нет даже и близко? Ну, если на вопрос осуществимо ли это для них отвечать, то, конечно, это неосуществимо. Но есть ли такие реваншистские планы в головах отдельных политиков, а может быть даже и не отдельных, а и многих польских политиков, я не сомневаюсь. Вообще вот эти мечты о каком-то польском былом величии, воспоминания, вернее, былом величии Польши, о Речи Посполитой, и постоянный, что ли, такой комплекс неполноценности, который выражается в упреках постоянных в адрес России, это вот типичная польская черта. Мне кажется, Польша была нормальной в таком политическом и ментальном смысле слова только в период существования Польской Народной Республики. Во все остальные периоды жизни Польши – это постоянная фига в кармане по отношению к России, или, находясь в составе Российской империи, такая же фига в кармане просто по отношению к Москве, как к метрополии. И вот это вот польское стремление быть главной восточноевропейской страной, вот эта мечта от моря до моря, да, о некой польской такой громадной империи, она периодически-периодически всплывает. Особенно, наверное, она всплывает в сложные, трудные времена. Ведь вот мы вспомним, как зародился фашизм в Германии, когда Германия переживала очень трудный, унизительный период своей истории. И вот это унижение превратилось в такое движение, да. Вот польская ситуация похожа. Забывают иногда поляки, когда у них там все нормально, яблоки есть куда продавать. И другие успехи в экономике и дороги строят о том, что Россия нехорошая. А вот как только начинаются проблемы, во всем виновата Россия. Ну и Белоруссия и же с ним, конечно. Но это же Россия помогла тогда-то в рамках Советского Союза оттяпать якобы польские земли, да. Ну вот и все. Поэтому все это недовольство России, оно и с Белоруссией ассоциируется. Если говорить о ситуации на фронте, то действительно там же никаких признаков поражения России не наблюдается. Более того, отстранили это главкома ВСУ заложного, на его место поставили Сырского. И освобождение Авдеевки мы уже увидели, собственно говоря. А как дальше будет развиваться ситуация на фронте вот с этим новым главкомом, как вы считаете? Ничего не зависит, мне кажется, от главкома. Да, кстати, и от Зеленского не зависит. Если их будут бросать в топку, солдат украинских будут бросать в топку, то и это и будет продолжаться до тех пор, пока это выгодно на Западу. Вот сейчас же понятно, что ситуация безвыходная. Надо или пытаться как-то договориться, да, или просто остановиться и ни о чем не говорить, ну, просто остановиться. Или, ну, не знаю, или уж тогда воевать, так воевать. А воевать не получается, договариваться не позволяют, и происходят совершенно бессмысленные какие-то операции по удержанию каких-то странных плацдармов размером с деревню, да, вокруг которых там просто целые мифологии создаются. Да мы помним, кстати, это всегда было, это было весь этот период, и период фактически войны за независимость самого Донбасса, когда Донбасс не был в составе России. Мы вспомним всех этих киборгов Донецкого аэропорта, и кого только нет, каких-то, не помню, как они его называли, этого аса, в кавычках, который там над Киевом и так далее. Они создают постоянно себе такую мифологию, причем такую на грани фантастики всегда, она мало имеет отношения к реальности, но не называем мы с вами, русские и белорусы, киборгами своих солдат. Но мы как-то уважение к ним имеем, и мы понимаем, что это люди, в первую очередь, это наши люди, наши мужики из мяса и крови, да, состоящие. А у них, видите, киборги, у них какие-то призраки. То есть это какая-то еще присущая украинской части великой нашей большой цивилизации, я вот так скажу, да, об украинцах. Вот какая-то тяга к мифологии, к мифологизации жизни, вот к сказочным каким-то таким пересказам происходящего. Все время они какие-то сказочные краски добавляют. Но этим пользуются пропагандисты. То есть они не рассказывают о ситуации на фронте, они вот эти вот сказки рассказывают весь период конфликта. Поэтому я думаю, что не про Сырского надо спрашивать, или не думать о том, что на уме у Сырского, а все-таки посматривать за океан, определять и определяться по отношению к американскому лидеру нынешнему или будущему, если он сменится. Ну и, в общем, как-то так. Там договариваться. Договариваться можно только там. Пускай формально это будет, переговоры с Украиной. Но мы прекрасно понимаем, что управляют, конечно, из-за океана. Вот. Я вас как раз об этом и хотел спросить. То есть, несмотря на то, что Россия-то демонстрирует успехи на поле боя, а украинцы, украинская армия наоборот, о переговорах почему-то говорит чаще российский лидер. А что должно случиться, чтобы о них заговорили в Украине? Ну или на Западе, где находятся их кураторы? Я думаю, что на Западе заговорят тогда, когда нанесен непоправимый урон. Украинскому пытаюсь найти такое приличное определение. Я не про государство сейчас, а про людей. Вот тому мясу, в которое они превращают своих людей. Когда количество украинцев будет таковым, что или вообще закрывать эту страну как проект, потому что некому больше работать на заводах и каким-то образом обслуживать западные интересы, или прекращать. Вот тогда они прекратят. Тогда они скажут, ну ладно, все, армия у нас закончилась, остальные нужны для того, чтобы нас обслуживать в ресторанах, подметать там улицы и мыть унитазы. И вот хорошо, все, договариваемся. Но я вижу, что это еще так миллионов, пять, десять хотят пропустить через мясорубку. То есть вот если так рассуждать, если Россия будет продолжать занимать порядочную, приличную позицию по отношению к противнику, то есть не скатываться до того уровня агрессии, который мы видим из Украины, не око за око не использовать этот ветхозаветный принцип, то вот так война может и десять лет длиться. Потому что мы, конечно, не будем сносить, стирать с лица земли Одессу. Давайте так вот. Но не будем мы ее с лица земли стирать по той простой причине, не просто это памятник архитектуры, каких-то зданий, хотя и тоже мирового уровня, не потому что они успели там в ЮНЕСКО какие-то бумаги себе подмахнуть, а мы боимся ЮНЕСКО, это ничего подобного. Нет, потому что это нашей архитектуры, наших граждан, наших людей, русских людей, памятник, их труду и их воле, их самообладанию, когда на пустом месте возник этот город Одессы и стал городом всех национальностей, наверное, да, можно так сказать. Украинцам даже сложно называть по-прежнему Одессу украинским городом. Я помню, когда они задумывались о федерализации Украины, они, ну, некоторые из них, они Одессе давали такое отдельное звание свободного порта Одессы, но не вот части, даже никакой республики там, то есть они вот на этом делали акцент, понимали, ну, тогда, когда еще хоть какие понимающие люди были на Украине. И понятно, что мы не будем танками утюжить Киев, но не будем. К сожалению, конечно, иногда страдает и жилая застройка, например, при ответных ударах по тому же Харькову, и какие-то объекты серьезные страдают, в которых военные расположены. Но это неизбежные издержки войны, но это только издержки. Вот принципиальная задача такая никогда не стояла и не будет стоять. Поэтому, ну, украинцам самим придется принимать решение. Они вот хотят еще 10 лет день за днем уменьшать численность своего населения и свой промышленный потенциал. Или все-таки поговорим с Россией и поймем, где там истина, да, где та середина, на которой должны все сойтись. Нет такой цели поражать действительно жилую застройку, объекты, социальные инфраструктуры. А Киев-то нередко перед собой именно такую цель и ставит. Например, те же удары по Белгороду, например. И вы еще отметили, что вот некому будет работать на заводах. Так у них ведь и заводов-то почти не осталось. Вот тот же ЛАЗ, вспомните, самый, наверное, такой известный пример, который выпускал автобусы. То есть и работать-то там негде, по сути, разве нет? Ну вот да, они уже подготовились к этому. Да, действительно, вы здесь правы. На своих заводах некому работать. Еще нужны работники на некоторых предприятиях Западной Европы. Давайте так. Все-таки белые рабы, они чуть понятнее, чем вот те, кто сейчас едут из Северной Африки. Ну уж извините, что я использую такой термин, но то, как относится Запад к тем же мигрантам из Северной Африки и Ближнего Востока, иначе не назовешь. Поэтому вот они хотят заменить, конечно, представителей африканских и азиатских народов на славян, это точно. И такими украинцев и видели раньше. И Гитлер видел такими. Но в конце концов, ну, почитайте исторические документы, в конце концов, когда вот эта мифологическая мифологема про Бандеру, который защищал от коммунистов, да, Украину вместе с фашистами, она из голов-то выйдет. Ну как можно было одурманить людей? До какой степени надо быть безграмотными людьми, чтобы верить, исторически безграмотными людьми, чтобы в это верить, да, и понимать, что вот, что Гитлер воевал с Советским Союзом, под Советским Союзом имел в виду только, наверное, русских, да, а из Украины мечтал сделать процветающее государство. Ну, они верят в это. Ну, что же делать? Им покажут современные европейцы, для кого им нужны, зачем им нужны вот эти вот украинцы, да, они с удовольствием покажут им. Они, кстати, называют, конечно, часто их русскими, этих украинцев, но до конфликта называли точно, сейчас уже все-таки называют украинцами, и, кстати, тем самым показывая, в принципе, отношение в целом к славянам, да, это, в общем, понятная тоже наша историческая боль, такая историческая, исторический комплекс у Западной Европы по отношению к славянам, потому что однажды славян доводили до определенного состояния, а потом они приходили, там, в Берлин, например, в Париж приходили. Мне понравилось, как один из европейских парламентариев тогда сказал недавно, по-моему, он или из Словакии, или откуда-то оттуда, ну, из Восточной Европы сказал, ну, ведь вы же дождетесь того момента, когда славяне объединятся. Вот, первые, это мы с вами, есть и украинцы, понимающие, но рано или поздно, и, кстати, и Польша может в себя прийти, и Словакия может в себя прийти, ну, я думаю, что даже некоторые финно-угры нам могут помочь, я имею в виду Виктора Воробана. Ну да, раз уж вы коснулись темы истории, то тут, да, непонятно, почему они в упор не видят того факта, что эсэсовцы, по сути, просто поручали вот этим коллаборационистам украинским самую грязную работу, за которую им не хотелось браться. Вот у нас сейчас уголовное дело расследуется о геноциде белорусского народа, и там, ну, присутствуют факты, когда украинские коллаборационисты работали, назовем это так в кавычках, на белорусских землях, и совершенно непонятно, какую независимость они отстаивали, уничтожая и пытая мирное население. Да, и, конечно, это наша проблема общая советского прошлого, проблема, когда мы стеснялись, в кавычках, назвать некоторые вещи своими именами, о том, что хатынь-то уничтожали украинские коллаборационисты, узнали только в постсоветские времена. Мне даже вот за это, за это я могу, например, большую претензию к Советскому Союзу предъявлять, да, то, что вот на этой, на этой недоговоренности, из-за этой недоговоренности часть проблем, которые мы сейчас имеем, она присутствует. Мы вспомним, да, где, где был Кук, наследник Бандеры, да, его, человек, сменивший на должности его Бандеру, после, после амнистии, которую Хрущев объявил. Да, он просто работал на очень серьезной должности в Академии наук Украины, и к нему приезжали его братья, братья или побратимами они называли, да, в эту Академию наук, и они вместе там чего-то обсуждали. И до последнего, до 70-х годов, что ли, он умер, но он умер уже вот сейчас, да, в обозримом прошлом он умер. И они его, ему позволили это делать, заниматься научной деятельностью, да, бандеровцы. Огромное количество его последователей на регионах Украины тоже, в общем-то, находились на серьезных таких местах, постах. И вот мы пропустили, мы этот сорняк не выкручивали, мы ему позволили заново вырасти. Вот просто спасибо, опять же, вот человеку из Украины, да, с Украины, который руководил Советским Союзом. Они должны сказать спасибо, вместо того, чтобы проклинать Советский Союз. Это мы это все допустили в Советском Союзе. И вот это, конечно, наша большая ошибка была, и теперь надо назвать вещи своими именами, и больше никогда не забывать этого, вот просто не забывать. Да, да, причина ведь даже известна, почему так случилось. И в этом тоже немножко уже вина, может быть, где-то Российской империи. Почему вот так получилось, что бандеровское гнездо, оно обосновалось на Украине, даже не в Белоруссии, например, в той же Западной. Почему? Да все потому, что когда-то, когда-то Украине мы допустили, мы допустили, Российская империя допустила на Украине вот эту вот странную церковь, существование странной церкви униадской, когда православный обряд и Папа Римский во главе этой церкви. И вот этот взрыв в мозгах, через это ведь, ну, через это западная идеология, через христианские ценности, вот таким хитрым образом, она пропагандировалась, она внедрялась в умы. И очень хорошо было, что униадство на территории Белоруссии ему не дали вырасти. Ну, а вот в итоге это униадство и привело, по большому-то счету, это такой долгий проект, привело вот к тому, что на территории нескольких регионов Украины фактически, ну, выросло, вот это вот выпистывалось, это гнездо людей, которые, наверное, без рода и без племени, они такие вот, не помнят своих корней. Да, вот это в этом, в этом серьезные причины, они вот оттуда произрастают, из истории, из прошлого. Да, вот вы сказали, что украинцы, они, наоборот, должны благодарить Хрущева, так и поляки ведь тоже должны благодарить, прежде всего, советских солдат за то, что они освободили их территорию от нацизма, только почему-то там сейчас светет и пахнет не только антисоветизм, но и просто махровая русофобия. В этом они, наверное, схожи, вам так не кажется? Да, они схожи, и действительно непонятно, действительно непонятно, почему они забыли еврейский гетто, почему они забыли, как это было, и кто освобождал эти концлагеря, почему они не приглашают теперь российского президента на эти мероприятия. Но это уже, знаете, это уже просто... Слово стыдно, не знаю, использовать здесь даже... Должна какая-то такая более ёмкая и грубая фраза прозвучать, но я не буду просто этого говорить в эфире. Люди, которые не помнят прошлого, но ведь если человек не помнит прошлого, у него нет будущего. Манкурт, вот помните, да, Чингис Айтматов, Буранный полустанок, или по-другому, там и дольше века длится день, может быть, так кто-то знает название этой книги. И там он про этих Манкуртов он рассказывал, да, когда попадали в рабство, а вот всё как сейчас, попадали в рабство, в плен. Люди, их на них надевали шкуру, овечью шкуру, баранью шкуру и сырую, да, и она потом на голове, она сжимала эту голову так, ну, в общем, человек в итоге любил только своего хозяина и готов был работать, всё, что угодно делать, уважал, любил только своего хозяина и мог, и забывал просто полностью прошлое и мог уничтожить своих родственников, вот там история как раз про то, как мать таким образом он убил. И вот таких Манкуртов воспитали, то есть они готовы уничтожить родственников, ну, то есть братьев и сестёр там, белорусов, русских, да, вот, да и украинцев, да, с ними тоже. Кого угодно, там, поляков, условно говоря, посеяли вот эту рознь в славянских народах, и при этом они рабы и те, кто их, кто им подачки бросает с барского стола, они уважают, любят и хотят ещё, готовы за эти подачки жить. Они сейчас готовы, ну, всё, что угодно делать за вот эти вот с барского плеча данные какие-то мини-привилегии, да, одну дорогу построили там и всё, и теперь мы вот всё, а что угодно сделаем, пойдём войной на Украину, на Белоруссию, там на что угодно, это я про поляков говорю. Ну, в принципе, украинцы же вот это вот часть украинского сообщества или общества, которое одурманено, она же ведь именно вот по этому пути хочет пойти, хочет стать такими тоже вторыми полянками, якобы привилегированным классом Восточной Европы. Сейчас у нас тут хайвей построят, заводы откроют, казино построят, не знаю, там туристы со всего мира поедут, нашим зерном завалим весь мир, и видим же, заваливают дороги этим зерном уже, потому что оно совершенно не требуется Европе, да, оно требуется, может быть, Африке, но в Африку что-то не отправляют его, а Европе вот оно и не особо надо, ну, то есть, что происходит, полный абсурд, да, вот понимаете, никакой экономической целесообразности во многих действиях нет, идеология, идеология. Запад повторяет ошибки, вот мы это все на своем опыте прожили ошибки Советского Союза, то есть вот Советский Союз тоже пытался насадить идеологию, мы в итоге от этого отказались, и смотрите, делаем выводы и ведем совершенно правильно, мы примером собираемся покажем, кто мы, а не вставлять по нашему образу и подобию что-то там строить. Они один в один, они даже Евросоюз сделали по модели Советского Союза, и такое ощущение, что вот движутся в том же направлении, в котором в итоге пошел Советский Союз. Они же допустили возможность выхода, да, а у нас тоже была такая история, ведь все-таки, ну, распался он, потому что юридические основания тоже были для этого, да, и они взяли и подписали вот в вашей Беловежской Пуще, да, тогда эти соглашения. Поэтому, ну, европейцы доиграются, и я думаю, что нам ничего даже для этого делать не надо, нам просто общаться с остальным миром, как мы сейчас активно вдруг вспомнили наконец-то, да, что есть Африка, есть Латинская Америка, есть Азия, и это большая часть мира, ну, просто большая часть мира, не большая, не чуть больше, а просто больше, в три раза больше по количеству государств часть планеты, и нас там ждут, нас везде ждут. Нам просто, ну, если вы железный занавес ставите, да, и поворачиваетесь к нам, извините, задом, но мы тоже не будем по вашему пути идти вести себя, не будем нехороших теми, кто повернулся задом, мы же повернемся задом к вам, да, и пойдем на восток, пойдем на восток, на юг, на север, куда угодно, вы же сами к нам придете потом, сами же будете просить чего-то. Вот Великобритания, между прочим, 80% трески, не 80%, около 60%, ну, тоже много, да, вылавливала в наших водах, оказывается, совершенно безобразно согласие еще с договоренностей, которые в Советском Союзе заключены, но не будет больше вылавливать. И много таких нюансов, о которых они даже не задумывались. Они вот, когда с нами ссорятся, они действительно, нас учили же все время, такие учителя, экономической целесообразности, что там, вот вначале все-таки об этом надо подумать, потом там с идеологией. С какой идеологией? Потом с вашей, типа, коммунистической идеологией. А у нас-то все вперед. Вначале наша идеология, потом уже экономическая целесообразность. Опять же, почему? Ну, потому что они считают, что они любые экономические проблемы заткнут, напечатав доллар. Почему весь доллар, наверное, мир был посажен на доллар? Ну, сейчас мир от доллара отказывается. Так что мы с вами, вот честное слово, вы точно, да я даже не сомневаюсь, что я, мы увидим крах этой системы. Вот просто сейчас создается новый мир. Действительно многополярный, действительно разнообразный, разные интересные модели будут, и государственные устройства, и экономические модели. Их не две, не только социализм и капитализм, их гораздо больше. И вот мы будем с вами наблюдать вот такую ситуацию, когда мир от этого только расцветет. Я думаю, что, ну, не то, что не за горами. Вот уже мы с этой горы, за которой время находилось, мы с ней уже спускаемся. Вы больше говорили про Евросоюз, а в этих условиях хотелось бы узнать, вот как вы считаете, что ждет такую организацию, блок, альянс, как НАТО? НАТО – это система, которая позволяет, это клещи, которые позволяют удержать Евросоюз в рамках западного вот этого консенсуса. То есть Соединенные Штаты держат за одно место, скажем так, Евросоюз с помощью НАТО. НАТО – это клещи. И иногда они сжимают эти клещи, иногда они ослабляют. Потому что другие оборонительные смыслы существования этой организации, они давно уже исчерпаны. Сейчас, да, они считают, что они нашли объяснение для НАТО. Вот, смотрите, Россия, Украина. О, вот мы же вам говорили. Но через некоторое время люди поймут, для чего все это было. Для того, чтобы, во-первых, ответственность приложить, если что, на Евросоюз. Ну, то есть на европейские страны-члены НАТО. А во-вторых, их в бой бросить. И очень многим эта история разум нравится. Мне кажется, НАТО вслед за Евросоюзом начнутся такие же процессы, такие распада и в НАТО. И вполне возможно, будет НАТО заменяться неким таким же союзом, но европейским государством. Тут здесь самое-то главное. Еще раз, Соединенные Штаты держат остальных с помощью различного рода инструментов. В своих интересах их используют. Европе, наверное, нужен какой-то блок защищаться, не знаю, от кого. От Марокко, я не знаю, от кого они защищаются, собираются. Кто у них тут по соседству воюет, с ними воевать собрался. Но, тем не менее, если надо, то как-то без Соединенных Штатов можно обойтись. И вот, мне кажется, эти процессы могут начаться со смены политических элит. Она не такая быстрая, как некоторые вот выборы. Пойдет сейчас, пройдут выборы, и все изменится. Да нет. В целом, должен процесс пройти, поколение элит должно смениться, чтобы другие, думающие иначе, молодые люди ныне, может быть, они участвуют в играх будущего в Казани. И, кстати, там со всего мира люди, и из Европы тоже. Понимаете? Вот чем вопрос. Когда они придут к власти, вот эти ребята, которые в Казани поиграли на компьютерах, а потом пошли, поиграли в лазертак, или в футбол, или в хоккей. Вот когда эти люди будут управлять миром, да, и Европа будет другой. То есть, мы живем вместе на одном континенте, нам суждено быть соседями. И соседи вот врагами могут становиться на какой-то период, но всегда, вечно врагами быть невозможно. Ну, жизнь заставляет договариваться хотя бы потому, что ты живешь. Ты не можешь каждый день, открывая двери своей квартиры, глаза в глаза встречаться с врагом. Вот рано или поздно ты попытаешься договориться. Я думаю, Европа придет к нам с вами, с Белоруссией и рядом с другими странами договариваться. Но я думаю, что мы не будем слишком злобствовать и припоминать им плохое. Просто мы новые наши договоренности будем заключать с учетом того, что они могут нас, извините за жаргон, кинуть рано или поздно по разного рода причинам. Ну, и вот такие новые договоренности нам позволят избежать будущих конфликтов. А рано или поздно мы договоримся с Европой. Это бесспорно. Знаете, прогноз, как мне кажется, более чем оптимистичный. И остается надеяться, что и я, и вы тоже увидим вот этот новый формирующийся мир, о котором вы говорили. А вам, Игорь Владимирович, спасибо большое за эту беседу, за то, что уделили на время и за ваши интересные и развернутые ответы. Спасибо вам большое. Звоните, пишите, будем общаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!